Радио Народная Волна 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 Вопросах Уотергейта и нападок на республиканцев вообще. Потому что он в этом участвовал, и он обычно подается как жертва ужасной республиканской администрации Никсона, что пришел такой юный, ну, юный, конечно, так себе, муж был там по 35, но как бы то ни было, юный идеалист с очаровательной женой, преисполненной иллюзией. И вот республиканцы превратили его черт знает во что, и только мудрые, добрые демократы его спасли, и благодаря влиянию этих самых мудрых и добрых демократов Дин помог им одолеть страшного Никсона и его кампанию, и с тех пор он и остается их идеалом. Я сразу вам говорю, что вообще-то Дина воспринимать всерьез невозможно, потому что это человек, который, хоть у него и такая красивая легенда, созданная демократами, но вообще-то он лишен права вести юридическую практику. И довольно-таки давно. Он не имеет никаких связей с консервативным и республиканским, с консервативным движением и республиканской партией, потому что он их постоянно проклинает. И что самое главное, вообще видеть в нем человека, которому можно доверять, это очень серьезное заблуждение. Я очень быстро напомню, как, собственно говоря, на самом деле выглядела история Джона Дина начала 70-х годов. Его попадание в Белый дом — это одна из трех-четырех совершенно катастрофических ошибок Никсона и его окружения Никсона, я имею в виду. При этом, если попадание других, у кого я считаю, ошибками кадровыми, вроде Бьюкенона и Киссинджера, там, скрипя сердце, можно найти какие-то оправдания на тот момент, по крайней мере. Да и то лучше этого не делать. А с Дином абсолютно такой попыткой найти гламурную пару, тем более, что Дин и его яркая жена не на таких тянули, и вот показать, что нет у нас в Белом доме не только бюрократы и же с ними, а есть вот молодые, многообещающие республиканцы и так далее и тому подобное. И вот эта самая ошибка, она закончилась, как вы уже сами знаете, довольно-таки плачевно, прежде всего для самого Никсона и его окружения. Дело в том, что когда в 72-м примерно году, в 72-м году, другой оригинал, хотя этот человек мне, честно говоря, симпатичен, Гордон Лидди, бывший агент ФБР, предложил комитету по переизбранию Никсона, Главлял его Джон Митчелл, генеральный прокурор, а Дин в нем тоже состоял сложную систему, включающую в себя ряд вполне себе гангстерских действий и заимствованных и шпионских романов, включая прослушку, привлечение организованной преступности и так далее, то Митчелл, человек умный, он, конечно, все это дело сразу же зарубил и велел ничего подобного не делать. Однако, как вы знаете, все-таки та самая команда так называемых водопроводчиков, которые изначально должны были бороться только с утечками из Белого дома, откуда и название, ну вот, в конце концов, команда эта оказалась в том самом комплексе Watergate, и один из вот этих самых пунктов, которые вроде бы никто не хотел реализовывать, он в жизни реализован был. И вот здесь мы сталкиваемся с вами с одним из самых больших вопросов всего Watergate, по которому по сию пору очень много споров, но поскольку все попытки Дина выиграть дела о клевете, они на самом деле увенчались провалом, то мы будем считать, что версия того же Лидди и других, кто присутствовал на том мероприятии, она права, правдива. Так вот, а версия в том, что Дин на самом деле был одним из главных организаторов вот этого самого взлома, точнее их было два, а во время второго, собственно говоря, взломщики попались. И руководствовался он, судя по всему, не столько интересами президента и интересами того, что там прослушать что-то важное узнать, сколько раздобыть хранившиеся в Watergate данные по очень известной в Вашингтоне сети проституток. Потому что здесь мы, конечно, вступаем с вами на зыбкую почву, но я так использую расплывчатую формулировку, та самая его гламурная жена, она была к этой сети проституток причастна. Как? Я не буду пускаться в подробности, здесь повторяю, единого мнения нет. И что, скорее всего, Дин был, ну если не главным организатором, то одним из тех, кто Watergate, собственно говоря, и затеял по своим вот этим вот самым мотивам. Далее, когда ситуация стала запутываться и началось расследование и так далее, то именно Дин был человеком, который документы уничтожал, которые могли бы выявить причастность людей из администрации к проникновению. Он инструктировал заместителя Митчелла из комитета по переизбранию МакГрудера, как врать при показаниях, и это уже совершенно точно. И, в общем и целом, Дин – это как раз воплощение того, что и называется препятствие правосудия. Когда дело дошло и до него, то ушлый спецследователь, да, опять мы с вами вспоминаем про спецследователей Кокс, человек из демократического эстеблишмента, абсолютно из либерального, Так вот, Кокс, он сразу взял Дина на карандаш, что называется, потому что для Кокса задачей было не столько, как обычно для спецследователей, а не столько разобраться, что, собственно, произошло в Оттергейте, сколько добиться максимального наказания для окружения Никсона, возможно, и для самого Никсона. И поэтому, когда стали предъявляться обвинения и над людьми, которым эти обвинения предъявлялись, в том числе и над Дином, замаячили перспективы весьма и весьма длительных тюремных сроков, тоже, кстати говоря, это было сделано, мягко говоря, не вполне законно, потому что людям, попавшимся на взломе, ну, это, конечно, преступление, но им закатывали по 30 лет, 25, это было явно вымогательство со стороны судей и иже с ними, со вполне известной целью. Поэтому Кокс видел в Дине человека, который, конечно же, испугается перспективы загреметь в тюрьму на столь длительный срок, и в этот самый момент все те же демократы предложили Дину адвоката Шефера, адвоката авторитетного и, опять же, прежде всего, в среде демократической, а дальше, собственно говоря, произошло то, что произошло, А именно Дин начал давать показания и сдавать всех подряд, его свидетельства стали расходиться и размножаться как образец раскаяния и так далее, хотя почти все то, что он говорил, тщательно составлялось, репетировалось по 10 раз, все записывалось, и все его выступления, они все контролировались абсолютно демократами. И в результате, судите сами, что получилось, человек, который был одним из виновников самого этого самого Тергейта, а в результате был сделан демократами главным орудием против Никсона. То есть, если бы я был склонен к конспирологии, я к ней все-таки не склонен, я бы вообще подумал, что Дин изначально был внедрен демократами, чтобы всю эту операцию провернуть, но это, конечно, не так. Это уж слишком громоздко. Ну, как бы то ни было, Дин действительно получил минимальный срок, который ему сняли, и теперь на все обвинения он отвечает, что в тюрьме я не сидел, хотя он находился в таком заключении, то, что называется «сейф-хаус». И теоретически это можно считать его заключением, хотя это, конечно, технический момент. Но, как бы то ни было, вот вам портрет афериста абсолютного человека, который один из виновников всего этого Тергейта, и при этом человек, который стал героем для средств массовой информации и демократ. И так как, естественно, после всего происходящего у республиканцев большой любви к Дину не было, то он сделал себе имя на фразе «хуже, чем Уотергейт», потому что он нападал на абсолютно всех, кажется, и президентов, и республиканских видных деятелей, и всех обвинял в том, что то, что они делают, все их поступки и слова, это все обязательно хуже, чем Уотергейт, хуже, чем Уотергейт, консерваторы без совести, это название тоже одно из его книг, и так далее, и тому подобное. То есть, по идее, он поставил свое безрадостное прошлое на конвейер, и стал, если угодно, знаете, есть такое красивое английское выражение «постер-бой». Вот он для демократов стал таким постер-боем, который разоблачает происки республиканцев. И хотя в последнее время о нем, к счастью, подзабыли, и в основном он появлялся, Дин, я имею в виду, с угрозами судиться против очередной книги, где его участие в Уотергейте было расписано как надо. Но, повторюсь, его судебные иски к тому самому Гордону Лидди, они были отклонены, и Лидди вполне заслуженно полагает это своей победой, и при этом не раз говорил, что он готов, чтобы эти иски рассматривались, потому что у него полно доказательств того, что Дин – это именно тот, на ком я вам рассказывал, а не тот, кого поддают демократы. А грозился Дин судом Джеймсу Розену, журналисту с Fox News, который в своей книге про Уотергейт опять же все написал как надо. И вот в такой обстановке благополучно Дина вытащили и демократа для того, чтобы он рассказал всем, что Трамп оказывается, и, точнее говоря, доклад Мюллера по Трампу, имеет много параллелей с Уотергейтом, и смысл его в том, что импичмент и так далее и тому подобное. То есть дорога для импичмента открыта. Свидетельство Дина – это очень скучное и абсолютная ахинея, по моему убеждению, потому что все его попытки найти какие-то параллели, они очень натянутые, очень надуманные, и смотреть и читать все это было очень скучно. Более того, если, например, представить себе, что, ну, кого, ну того же вдруг Гордона Лидзи, я сейчас не вспомню, жив он или нет, по-моему, он уже умер, вдруг вытащили бы республиканцы, то он бы тоже ведь мог рассказать, что у Уотергейта и нынешней ситуации много параллелей, но с другой стороны, а именно с тем, что деятельность спецслужб была нацелена на то, чтобы в обход ряд законов следить за Трампом. И было бы даже больше оснований. Ну вот, демократы вытащили Дина. И свидетельство, повторяю, доверять такому человеку нельзя ни в коем случае, и свидетельство ему цена ноль, как, впрочем, и большинство нападок демократов. Но я бы еще добавил один момент, чтобы не казалось, что вот эти слушания были уж совсем такими беспросветными, и что все упиралось только в Джона Дина. Его тезка Джон Малком, этот человек был представлен уже республиканцами, у него гораздо более богатое прошлое и не запятнанное никакими скандалами в сфере в Министерстве юстиции, в правоохранительной сфере и так далее, и тому подобное. Джон Малком, сейчас он эксперт по вопросам Конституции в Heritage, который я часто поминаю. Так вот, Джон Малком, вот его доклад как, ну, не доклад показаний. Его я как раз рекомендую вам найти, довольно просто сделать. Вот его подсчитать стоит, и не только потому, что он защищает Трампа. Он как раз толкует ситуацию именно с позиции юридических и того, как должен себя вести следователь. Потому что, да, Малком хвалит Мюллера за то, что тот выявил факты вмешательства со стороны России, и здесь все как надо. Но вот в том, что касается пресловутого препятствия правосудию, здесь Малком указывает, что Мюллер строил свой доклад, исходя из ложной установки. Потому что следователь, он что должен делать? Он должен собрать какое-то количество материала, вы, и представить его прокурору. Прокурор должен решить на основе этого материала, предъявлять обвинение или нет. И поэтому, когда Мюллер строит свою часть доклада по препятствию правосудию вокруг того, оправдывает он президента или не оправдывает, то вообще-то права на это спецследователь не имеет. Потому что оправдывать, не оправдывать, это дело, как известно, суда, а предъявлять обвинение или не предъявлять на основе представленных доказательств, это дело прокурора. Прокурор, как говорит Малком, все изучил. Мы видим, что какие-то действия президента, может быть, были слишком импульсивными, может быть, вызывают у нас отторжение. Но дело следователя не судить поведение президента, а исходить из того, нарушил ли он, вышел ли он за рамки своих полномочий. А Трамп, который представлял документы, который представлял свидетелей, который не предпринимал усилий, хотя у него, как я вам не раз говорил, были на это право вообще уволить Мюллера или сделать что-то подобное, то с этой точки зрения генеральный прокурор Барк был абсолютно прав, и каких бы то ни было претензий к президенту представлено не было. Вот это я понимаю, опять же, не только из-за того, что у меня симпатия к Херетовичу. С тем же Малкомом у меня есть разногласий по пресловутой криминальной реформе. Но здесь я, по крайней мере, вижу, что человек объясняет, как доклад работает, как работает спецследователь его институт, исходя из Конституции, исходя из законов США. И это действительно свидетель. А, повторяю, аферист, человек, который мешал правосудию сам и который живет на том, чтобы спекулировать на Утергейте, это мы снова возвращаемся к Джону Дину. Но здесь, простите, как к нему относиться серьезно, я развожу руками. Но да, для демократов сегодняшних, увы, да и для демократов той поры, как мы теперь видим, это, увы, звездный, повторяю, свидетель, и это, повторяю еще раз, лишнее доказательство того, что демократы сегодняшние в очень и очень глубоком кризисе. Здесь умолкну я, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы к Ивану, пожалуйста, звоните. Если я не ошибаюсь, Дин начал свое выступление со слов «Я не являюсь фактическим свидетелем». Ну, что-то такое. Может быть, не дословно, но смысл примерно такой, что, по сути дела, я свидетельствую. Я не знаю ни материалов дела, ни материалов расследований, ни доклад, не смотрел, не видел, не читал. Не знаю, что произошло, но я свидетель. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, господин Денисов, какого года вы рождение? Феликс, а можно... Это мой любимый тролль Феликс, да? Феликс, а есть ли у вас вопрос по существованию? Да, у меня есть вопрос. Я 1974 года рождения. Окей. А вы? Я? Да. 46-го. Окей. Замечательно. Это мы выяснили дальше. Так, теперь второй вопрос. Скажите, Никсон подал в отставку из-за того, что он хотел расстаться с постом президента? Вопрос не понял, проясните. Вопрос такой. Был ли он виновен или не был? В чем? В том, в чем его обвиняли. А точнее? Никсон много в чем обвиняли. Во-первых, участвовал в том, что было нарушено, что влезли в информацию демократов. В этом он не был виноват. И тот же Дин, кстати говоря, не раз говорил, что Никсон взлом происходил без ведома президента. В этом он не был виноват. здесь нет никаких доказательств. Дальше. Хорошо. А в том, что он мешал расследованию? Это момент спорный, но раз Никсон счел, что для страны будет лучше его уход, а не углубление кризиса, то тем лучше для него, для Никсона. И он ушел. То есть он ушел и то есть это было все те, которые проходили по делу, по этому же делу его работники, которые работали в Белом доме, они были осуждены. Которых сдал Джон Дин, не забываем. Они были осуждены. Не важно, кто их сдал или не сдал. Джон Дин не был. Правильно? Что-что? Джон Дин не был, который сдал их и Холдеман, и Эрлихман, и Магродера. Джон Дин не был осужден? Что было с Никсоном? Нет, подождите. Вы мне на мой вопрос ответьте. Был осужден Джон Дин? Что-что? Был осужден Джон Дин или нет? Нет, по-моему. Ну, так почему же тогда все сели, а Джон Дин нет? Спросите у правосудия? Да, тут же самое могу я вам сказать. Что вы меня спрашиваете про Никсона? У правосудия спросить. Я не буду спрашивать о правосудии. Он сам отказался от президентства? Ну, у него спросить. А я не спрашиваю, я спрашиваю у вас. Я вам все сказал, что вас еще интересует. что меня интересует, что если Никсон считал себя виновным, поэтому он резайн. И он считал себя виновным в ряде пунктов, и если вы почитаете его мемуары, вы увидите, что он полагал, надо было слушать того, не надо было слушать этого и так далее. Но главное, что Никсон в 60-м году, как вы помните, отказался от пересчета голосов, хотя у него было полным-полно доказательств того, что демократы и их друзья гангстеры в ряде штатов, например, в вашем, к сожалению, Иллинойсе, они подсуетились и в Техасе, там еще в нескольких штатах. И, судя по всему, была подтасовка. Тем не менее, от пересчета и от протестования результатов 60-го года, Никсон отказался, считая, что это вызывает кризис. И то же самое он сделал в 74-м году. Видя то, что происходит вокруг его фигуры и видя, что в такой ситуации он к тому же лишен поддержки со стороны республиканцев и консерваторов, это другая тема, почему это произошло, он действительно понимает, что будучи без поддержки, он был без поддержки на тот момент и оставаясь на своем месте, провоцируя дальнейший раскол в обществе, для него самое разумное уйти в отставку, что он и сделал. То есть, он не был виноват. В чем? В том, в том, чем его обвинили. Он ушел в отставку, ему не были предъявлены обвинения, а Форд его помиловал, как вы помните, потом. Все. Форд его помиловал, pardon him, потому что иначе он бы сел бы в тюрьму. Кто, Форд? Нет, Никсон. Я в этом сильно сомневаюсь, что он бы сел в тюрьму, потому что процесс бы затянулся еще надолго, адвокаты бы нашли точно способы. И более того, если бы стали выяснять историю прослушки времен Джонсона и Кеннеди, то самим демократам было бы невыгодно, чтобы Никсон представал перед судом по памятни. Потому что моду на прослушивание чужих штаб-квартир и своих конкурентов вели Кеннеди и Джонсон. Это вообще известно уже теперь. Скажите, почему тогда Форд сразу его помил... pardon him как только он стал президентом? Потому что Форд хорошо относился к Никсону. И потому что он хотел, чтобы эта история осталась в прошлом как можно скорее. А не усугублять тот самый раскол в обществе, как он говорил. Окей, Феликс, давайте остановимся в этом месте, поскольку мы должны предоставить слово нашим рекламодателям. Буквально через несколько минут мы вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Вообще удивительно, вот эти люди, которые с такой страстью вспоминают Никсона и никогда ни разу не бипнули, не пикнули по поводу того, что против президента Трампа был устроен по сути дела настоящий заговор. То есть там и технические средства использовались, прослушки, обман секретного суда, получение разрешения на прослушку, использовались агенты, причем CIA там подключилась, ФБР, агентство национальной безопасности, иностранных агентов использовали, кого только не использовали. И у них это все в порядке. Мне интересно, вот Обама должен попасть под суд, поскольку трудно себе представить, что на таком уровне проводились такие операции, и Обама об этом не знал. Но вот таких радиослушателей, как Феликс, это похоже нисколько невално. Но это же демократы, им же все можно. Ну, да, и главное, я уже не помню, в который раз он меня спрашивает про год моего рождения, это настораживает. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло. Да, Да, здравствуйте. Добрый день. Буквально два слова, Иван, я хочу благодарить за то, что вы с таким терпением и чувством юмора отвечали на вопросы вот этого, только звонил до перерыва, это 46-го года, я вспомнил китайскую пословицу, а что древнее, что один дурак может задать столько вопросов, что сто мудрецов никогда не ответят. Так что еще раз вам спасибо за выдержку. Спасибо. Спасибо вам. Ну, ладно, наверное, двинем дальше. Новый, очередной, давайте примем еще звонок, потом вернемся. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Добрый. Есть ли какая-нибудь информация о развитии расследования расследователей, в частности, есть ли какие-нибудь данные, когда же выйдет доклад генерального инспектора? Спасибо большое. Да, спасибо. Ну, что-то он все время переносится, там уже, помните, расследование Хубера есть, и еще Барр не раз говорил, что будет заниматься тем, что происходит уже в ЦРУ, какое-то беспокойство пошло происходящее. но я думаю, что мы дождемся этого, и когда, я не знаю, скорее всего, в этом году, но, знаете, у меня еще есть такое предчувствие, что какая-то часть разоблачений, она, они наверняка будут, будет откладываться очень долго, возможно, до октября года следующего, потому что октябрьские сюрпризы, знаете, такой термин в американской политике. Их никто не отменял, и я думаю, что если будет что-то действительно серьезное, да еще и затронет не только Обаму, но и Байдена, то Трамп и его команда какую-то часть разоблачений наверняка приберегут. Думаю так. Где-то я сталкивался с информацией, что Убер на самом деле даже не приступал к расследованию, а вот что касается Даром же еще, да, Даром. Вот Даром, да, Даром тот занимается этим вплотную. А вот что касается ФБР, то жаловались республиканцы, что Кристофер Рей не кооперируется с ними. То есть по-прежнему пытается удержать информацию, по-прежнему, так сказать, пытается сохранить часть мундира или является частью так называемого болота. Так что с ФБР не все понятно, что будет. Хорошо. Примем, наверное, еще один звонок, а там видно будет. Добрый день. Добрый день, я ненадолго. Я одно могу посоветовать нашим радиослушателям набраться терпения и научиться этому у Трампа. Он все делает очень вовремя и очень четко. Я думаю, что судить будут ли Обаму или не будут. Хотя очень бы хотелось, чтобы пусть был бы, пусть не посадят, но разборка, чтобы была по полной. И разборка в наше время, а не спустя годы. Потому что говна, извините, когда влезут по-серьезному и везут, с Обамой будет гораздо больше, чем он ростом. И цвет тоже будет такой. Понятно. Все. Спасибо. Итак, давайте пойдем дальше. Все-таки очередной иранский кризис. Да, мы говорили совсем недавно, что вроде бы появление авианосцев, авианосца американского, оно успокоило, так скажем, иранцев. Но вот на прошлой неделе опять стали происходить как вполне агрессивные действия, так и всплывать весьма такая мутная информация из прошлого. Ну, под действием понятно, что я подразумеваю, это атаки на торпедные минирования скорее двух танкеров, японский и норвежский, но и тот, и другое везли что-то связанное с Японией. Тот же Аба, про которого говорили мы совсем недавно, он сейчас пытается выступать посредником между Соединенными Штатами и Ираном. И хотя многие говорят, что сваливать все на Иран, опять это, ну, и там опять пошли какие-то конспирологические теории, на мой взгляд, все как раз сходится. И тот же Помпео, он, не забывайте, тоже был частью разведсообщества, пусть и недолго, и какое-то замирение, если угодно, Трампа и ЦРУ произошло благодаря ему. То есть его данным я лично склонен верить и его выводам, основанным на том, что предлагает разведка. Понимаете, для Ирана ситуация какая, им с одной стороны война невыгодна, да, потому что понятно, кто выиграет, с другой стороны Ирану нужно разобраться со своей позицией, пусть она не очень значительная, но иногда вы помните, она все-таки себя проявляет. Б, нужно внести смуту в складывающуюся арабо-израильскую коалицию, антииранскую, такая есть, и В, им надо избавиться от Трампа, потому что Трамп, который вышел из сделки, и Трамп, который по отношению к Ирану настроен вполне определенно, для Ирана это угроза. И иранцы, они прекрасно помнят и прекрасно знают, что они могут на выборы определенные, ну, даже не столько они, сколько и Ближний Восток, на американские выборы определенные влияние на их исход оказывать. Конечно же, у Картера было полно своих проблем, но то, что произошло в посольстве, помогло Рейгану, не будем отрицать. А что касается война, то вроде бы победная война Буша не помогла ему переизбраться, тоже там были свои, конечно же, еще причины, а Буш младший, да, он вроде бы переизбрался, когда война только начиналась, но его увязание и попытки принести демократию в рак во многом привели к тому, к чему привели. И поэтому любое обострение положения на Ближнем Востоке, оно Ирану, по идее, на руку, так как они мечтают, чтобы пришел какой-нибудь более сговорчивый демократ, и понятно, что было. Здесь, кстати, я на ходу замечу, что на прошлой неделе всплыла к вопросу о сговорчивых демократах, по-моему, на прошлой, да, всплыла такая не очень хорошая история, в 15-м году в Лондоне Хизбалла, которая, ну, дочерняя организация, если угодно, Ирана, планировала взрывы в Лондоне. Это удалось пресечь, но обвинения предъявлены не были, и сама история была практически похоронена, чтобы о мне никто не узнал. Информация поступила, я думаю, вы сами догадались от кого, от Моссада, потому что, кажется, на сегодняшний день только Моссад из ведущих разведок своими непосредственными обязанностями и занимается. Вот так вышло, что в этот самый момент весь наш либеральный эстеблишмент, про который мы так часто с вами говорим, он был изобочен тем, чтобы Обама свою сделку с Ираном заключил. И лично я, и не только я, а многие аналитики в области разведки и внешней политики уверены, что Обама знал об этом, потому что обмен разведданными, он, конечно же, идет, и на все эти обязательные президентские брифинги наверняка информация о теракте, который планируется с одобрения Ирана в Лондоне, она попадала, но видите, и сам Обама ее и проигнорировал, и сделал все, чтобы они не узнали, ну и добился того, чтобы британцы повели себя соответствующим образом. Это как вопрос о том, что действительно президентство Обамы нам еще много неприятных сюрпризов принесет. И, конечно же, иранцам выгодно, чтобы вот вернулся какой-нибудь Обама-заместитель, Байден, Сандерс, уже не важно. Как себя вести в такой ситуации с Соединенным Штатом, это, конечно, сложный момент, потому что у американцев здесь свой тупик, если хотите, но я уверен, что выход из него будет найден. Главное, не перестараться. Хотя все повторяем, военное вмешательство это один из вариантов, я все-таки уверен, что до него дела не было, потому что в данной ситуации это скорее дурно повлияет на действительно перспективы президента переизбраться. Более того, помните, о чем я говорил, говоря об интересах Ирана, любое военное вмешательство и непосредственно со стороны Штатов означает, что Иран себя объявляет страдальцем, оппозиция объявляется агентами ЦРУ как раз, а все арабские страны, которые выступают против Ирана, они тоже становятся, подвергаются, как хотите, масштабной исламской и какой угодно пропаганде, которая точно внесет смуту и вызовет внутри этих стран волнение. Вы же знаете, внутри арабских стран там всегда тоже что-то зреет. И здесь Соединенным Штатам конечно же нужно выстраивать, укреплять вот эту самую коалицию, которой Помпео занимается уже довольно-таки давно. И коалиции не только с европейскими странами, которые ведут себя тоже, мягко говоря, не очень. Те же британцы, они, например, стараются санкции обойти всячески наложенные штатами на Иран. Но и выстраивать эту коалицию в регионе для Штатов это тоже опасно. Потому что нельзя выстроить какой-то военный союз без уступок. А уступки тем же саудовцам скорее всего будут подразумевать то, что польется больше денег в Штаты, но не только денег, а еще и заведомо исламская пропаганда и все, что с этим связано. Незабываемо об этом. И, разумеется, есть опасность того, что подобные уступки они повлекут за собой и какую-то угрозу интересам Израиля. Потому что незабываемо арабские страны, они, да, на данный момент видят Израиль своим союзником в борьбе с Ираном, но если им представится какая-нибудь возможность сделать Израилю гадость, да еще добиться какой-то антиизраильской уступки от Соединенных Штатов, то они этой гадостью, они этой возможностью воспользуются. Потому что Саудовская Аравия, да, она может казаться вроде бы почти союзником, но тоже выкинуть какой-нибудь поганый номер может в любой момент. И вот получается, что действительно ситуация очень сложная указывать на готовность применить вооруженную силу будь то бомбардировки, будь то что угодно с одной стороны и при этом избежать с другой, выстроить действительно коалицию, которая может и должна оказывать давление на Иран и не только оказывать это давление, но при случае действительно и тоже использовать свою боевую мощь, но при этом не давать им слишком много взамен это сложно, но я считаю, что нынешней команде, которая пока демонстрирует команде Трампа, я имею ввиду, конечно же, в общем-то реализм и вполне консервативный подход к внешней политике и четкое разграничение, где враги, где союзники, как себя вести с теми, как себя вести с другими, что это поможет, и Помпео, Болтон, и Ижи с ними, они вот этот баланс выстроят, ну а что касается Ирана, то еще раз повторяю, для меня лично нет ни малейшего сомнения, что все эти действия исходят от них, потому что параллельно в Йемене тоже активизировались тамошние повстанцы, а вы знаете, в Йемене там сейчас гражданская война между группировками, которых поддерживает с одной стороны Иран, с другой стороны саудовцы, и вот именно иранская сторона активизировалась параллельно с взрывами танкеров и стала обстреливать позиции своих противников, это совпадением трудно назвать, Кроме того, не забывайте, что тех, кого связывают с торпедными или минными, как угодно их называете, атаками, это те самые стражи исламской революции, организация, которая подчиняется напрямую верховному правителю Ирана, то есть абсолютно исламское сборище головорезов, а если вспомнить, что их американцы не так давно еще записали и совершенно правильно сделали в террористы, то вот этих самых стражей это тоже лишний повод совершить определенную гадость. Представить себе, что удастся как-то столкнуть лбами так называемых умеренных в Иране и исламистов, я лично в это не верю, если честно, потому что в умеренных власти Ирана я тоже не верю, там же все проходит одобрение этих аятол и верховных лидеров, но вот то, что дальнейшее ужесточение санкций и готовность показать, что терпеть подобное безобразие Америка не будет и усиление своих союзников, это то, что Трамп и его команда должны использовать и дальше и по моему убеждению эта политика себя оправдает и желает, надеюсь, что уже в ближайшем будущем, потому что я вот говорил про октябрьский сюрприз, который Трамп может заготовить в следующем году, но вот не хотелось бы мне, чтобы демократы сделали их вольные или невольные союзники из Ирана, чтобы какой-нибудь октябрьский сюрприз нас не ожидал в регионе уже в следующем году, поэтому там есть чуть больше года, чтобы действительно иранцев поставить на место и чтобы их вот эти вот три пункта, которые я назвал Эйаталамы и же с ними не удалось реализовать, ну посмотрим, как всегда, будем ждать и надеяться лучше, что нам еще остается. Если Сергей что-то добавит, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Хорошо. Слушаем вас. Здравствуйте, у меня вопрос к Ивану. Скажите, пожалуйста, Иван, вот ваше личное мнение, есть ли у демократов хоть какие-то шансы победить Трампа в следующем году? Спасибо за ответ. Сиданин. Да, спасибо вам. Шанс-то есть. Я бы не советовал серьезно относиться к опросам, там сейчас Байден везде лидирует, но знаете, почти всегда за год до выборов лидирует оппозиционный кандидат. Я помню, да, раз уж речь зашла сегодня о моем годе рождения и так далее, в 88-е Дукакис перед выборами опережал Буша очень серьезно. В 11-м, я помню, в начале 12-го был момент, когда он опережал Обаму. Поэтому на это смотреть не стоит. Но если вдруг Трамп совершит кандидат может его совершить, или вот случится какое-нибудь обострение, даже не связанное с Трампом, международное, то, к сожалению, у демократов шансы появятся. Но мне хочется верить, что этого не произойдет. Демократов на сегодняшний день к власти подпускать нельзя ни в коем случае. Иван, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.